Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Да, название видео звучит как будто я переобулся, но пожалуйста, дослушай меня до конца и ты всё поймёшь. Это очень важно. Я всё так же не доверяю централизованным биржам и призываю всех хранить свои деньги на холодных кошельках, но сегодня кое-что изменилось и об этом я хочу тебе рассказать. Анатолий Шарий призвал вывести все деньги с Бинанса. Новости об уголовном преследовании хозяина биржи не просто новости, пишет он. За считанные часы с биржи вывели более 2 миллиардов долларов. Вспомните FTX. Что объединяет этих двух аферистов? Сотрудничество с Киевом. Деньги отмывались в основном украинские, мне кажется. Бинансу конец. И это прекрасно. Давно пора. Вот что он написал вчера. И я вот думаю, он написал это потому, что он действительно так считает или потому, что криптовалютная биржа Бинанс уже имеет какие-то проблемы с этим человеком. Например, 30 марта этого года Шарий пожаловался, что криптовалютная биржа Бинанс конфисковала его 30 тысяч долларов по запросу СБУ. Кроме этого, в марте этого же года Шарий жаловался, что криптовалютная биржа Бинанс раскрыла его личные данные спецслужбам Украины по запросу. Делал он это у себя в Твиттере. Тем не менее, кроме Шария, необходимости вывести деньги с Бинанса писали многие-многие другие. Но факт, насколько велика была паника, что об этом писали блогеры, которые к криптовалютной тематике вообще не относятся. Давай начну немного издалека. То, что мы сейчас с тобой обсудим, напрямую связано с Бинансом и с результатом такой же атаки против Бинанса. Итак, информация еще начало ноября 2022 года. С FTX вывели 1,2 миллиарда долларов в стейблкоинах. Посмотри на вот этот график. Сотни миллионов долларов в FTT. Родных токенах биржи FTX тоже выводились с FTX. Также миллиарды долларов в эфириуме. Как ты видишь, 7 ноября 1,4 миллиарда. 6 ноября 1,1 миллиарда. И перед этим сотни-сотни миллионов долларов в эфириумах покидали биржу FTX. То же самое касается и биткоина. Так, например, 7 ноября 2022 года с биржи вывели более 20 тысяч биткоинов. Суммарно биржа FTX перетерпела выводов на более чем 3 миллиарда долларов за очень короткий период времени. Такие выводы средств привели к тому, что баланс биржи сократился на 47% буквально за несколько дней. Если мы посмотрим на Alameda Research, дочернюю компанию FTX, то мы тоже увидим, что 7 ноября она переживала огромные выводы стейблкоинов. Почти 3 миллиарда долларов выводов. Такие массивные выводы привели к полной неплатежеспособности биржи FTX. Она просто развалилась, не имея возможности удовлетворить спрос этой банковской паники вокруг нее. Оказалось, что депозиты клиентов не обеспечены резервами. Это очень сильно похоже на обычный банк с его частичным резервированием, когда он хранит всего лишь, например, 100 долларов из твоего депозита в тысячу. Остальные 900 он отправляет в работу, например, выдает кредиты. Но посмотри на это. Вчера Binance также пережил массовую банковскую панику. За сутки выводы с Binance составили 6,57 миллиарда долларов. То есть 6,5 миллиардов долларов вывели с Binance. Но за это же время на биржу завели 6,63 миллиарда долларов. Так что в целом на биржу даже завели немного больше. Прирост хоть и небольшой, но позитивный. Об этом мало кто говорит. Это очень хороший стресс-тест этой криптовалютной биржи. Посмотри на вот эту табличку. Здесь мы видим выводы и вводы денег на Binance в день коллапса FTX. И как мы видим, тогда цифры были в абсолютном значении гораздо меньше, но в процентном распределении гораздо интереснее и лучше. С биржи вывели 1,6 миллиарда долларов. При этом завели 1,1 миллиарда долларов. То есть в целом биржа потеряла около 400-500 миллионов долларов за сутки в день коллапса FTX. То есть тогда люди были куда более напуганы, чем вчера. Ведь прирост баланса биржи Binance в день коллапса FTX оказался отрицательным. Сейчас же, как ты видишь, вчера он оказался даже позитивным. Теперь посмотри на эти два графика сравнения. Слева Binance, справа FTX. Это график резервов двух бирж в стейблкоинах. Какой из них тебе кажется искусственным, а какой органичным? У FTX резкие скачки во все стороны. То много, то очень мало, то еще что-то. Выглядит крайне искусственно и неприродно. При этом у Binance как будто бы рост с какими-то коррекциями выглядит куда более органично и не искусственно. Не так ли? Binance успешно обработал выводы в размере 6,5 миллиардов долларов. Каждый доллар из этих 6,5 миллиардов был успешно выведен пользователями. Помнишь, как FTX стал неплатежеспособным, когда пара миллиардов долларов была выведена за сутки? В целом, вчера Binance обработал транзакции более чем на 13 миллиардов долларов. Вчерашний исторически для Binance и всего криптопространства стресс-тест был пройден Binance достаточно успешно. Представь себе, что было бы с криптовалютой и биткоином, если бы Binance этот тест провалил. Но биржа работает и биржа платит. Как было около 60 миллиардов в резервах, так и осталось. Правда, если с биржи будут выводить по 6 миллиардов в день и не заводить вообще, то она за день закроется. Но этого, наверное, не случится. Вообще, такой массовой кампании против крупнейшей биржи я еще не видел. Такое впечатление, что кто-то, кто не смог уничтожить биткоин и криптовалюту к крахом FTX, решил уничтожить Binance и с помощью этого добиться своей окончательной цели. Биткоин после краха FTX потерял всего 2000 долларов и больше падать не хочет. Поэтому взялись за Binance. Но это не значит, что я буду с радостью хранить на балансе этой биржи что-либо, кроме того, что может участвовать во временных сделках. Я все еще не доверяю централизованным биржам и навряд ли буду когда-либо доверять. Иначе бы я не верил в криптовалюту, ведь криптовалюта это а-децентрализация, а не централизация. Но разве не этого ли они добивались? Те, кто хотят уничтожить криптовалюту и биткоин, а кто это может быть? Как раз те, кто хотят запустить цифровые валюты центральных банков. Разве не этого они и хотели от нас? Массовой паники вокруг крупнейшей биржи. Когда им даже ничего делать не нужно, мы сами все сделаем. Когда мы с тобой говорим о том, что Бинансу конец, не участвуем ли мы в плане уничтожения криптовалюты? Совершенно бесплатно, неосознанно, эмоционально и наивно. Не помогаем ли мы врагам нашей альтернативной финансовой системы? Не думал ли ты об этом? Когда мы распускаем всю эту панику вокруг Бинанса, может мы помогаем нашим врагам? Итак, когда биржа FTX потерпела крах, когда с нее за сутки вывели более 2 миллиардов долларов, все, конец, она стала неплатежеспособной. Вчерашний день прошел под лозунгом «Выводи деньги с Бинанса». Даже блогеры, не имеющие отношения к криптовалюте, даже блогеры, не имеющие отношения к криптовалюте, имеющие миллионные аудитории, типа того же Шария, кричали об этом. С Бинанса вывели 6,5 миллиардов долларов за сутки, просто вдумайся, и биржа не рухнула. Работает, платежеспособна. Стресс-тест, который не выдержал FTX, Бинанс прошел. Только умноженный на 3. 2 миллиарда долларов, выведенных с FTX за сутки, и 6 миллиардов с Бинанса. Не храни свои деньги на централизованных биржах. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!